Акция «Ночь музеев» Акция «Надежда Ламановой» А теперь более подробно об этих и других новостях Провести ночь в музее смогли гости Жигердиной культурной акции Посетители встречали необычные экспонаты, интересные выставки и лекции В одном из музеев Москвы побывала и наша съемочная группа 15 мая городские музеи и арт-пространство открыли свои двери для всех желающих По традиции именно в ночь музеев можно встретиться с кураторами популярных выставок Посетить интересные лекции и мастер-классы Накануне ежегодной акции сотрудники музеев обновляют экспонаты И готовят занимательные экскурсии для гостей Особую программу для юных посетителей представил Дарвиновский музей Самые любознательные участники акции смогли отправиться в настоящее путешествие По спящим залам и рассмотреть знаменитые экспонаты в ином необычном свете Большинство наших выставок, они естественно научные То есть на них представлены экспонаты из фонда в Дарвиновском музее Чучело, влажные препараты и тому подобное А здесь только искусство, только произведение скульптуры Но надо сказать, что в Дарвиновском музее огромная коллекция Также и анималистического искусства, скульптур, живописи, графики И некоторые работы Рамили Шерезянова тоже есть в фондах нашего музея Не только главная экспозиция, но и стены фасада Дарвиновского музея В этот день приняли необычный облик Так в центральном зале гости наблюдали за волшебной и красочной инсталляцией Которая представила удивительное многообразие жизни на земле А внешний фасад музея украсили фотографии с разных уголков мира Знаете, после карантином все музеи, в том числе, были вынуждены перевести много наших активностей И выставок, мастер-классов, разных занятий онлайн Но теперь, когда музей снова открылись, да, уже в нескольких месяцах Мы не заметили снижения посещения Люди со скучностью, они приходят, посетители очень много Но теперь у нас все расширилась аудитория за счет интернета Мы очень рады, что мы поднатарились Для любителей звучания классических инструментов и необыкновенных дуэтов Сотрудники Государственного музея Сергея Есенина подготовили заграничное турне По иностранной музыке начала 20 века в исполнении арфы и тромбона Подобно Сергею Есенину, путешествующим по Франции, Германии, Италии и Америке Гости музея вместе с музыкой великих композиторов окунулись в атмосферу прошлого столетия Лауреаты международных конкурсов, студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского Исполнили современную классику, музыку собственного сочинения и, конечно, романсы на стихи поэта Присоединиться к культурной программе акции «Ночь музеев» в этом году смог каждый желающий Министерство культуры и портал культуры РФ подготовил спецпроект для всех, кто хочет узнать больше об экскурсии коспонатов В знаменитых шедеврах и их создателях Вместе с аудиогидом по музеям России участники акции узнали, что прячутся внутри драгоценных яиц Фаберже Познакомились с творчеством художников-авангардистов и заглянули в виртуальный зал Эрмитажа День Победы отметили во всем мире Специальную программу подготовили русский центр Дети поздравили ветеранов и почтили память солдат Еще три семьи теперь знают, где покоятся их родные Руководители и сотрудники русско-немецкого культурного центра города Нюрнберг провели настоящую поисковую операцию Общими усилиями неравнодушных соотечественников удалось обнаружить новые захоронения советских солдат Участников военных событий Уже не первый год с помощью волонтеров русско-немецкого культурного центра удается найти и установить судьбы героев Без вести пропавших во время Великой Отечественной войны 9 мая в День Победы дети и преподаватели центра привели в порядок памятники и обновили фотографии А юные волонтеры украсили их символическими детскими рисунками Отдали дань памяти героям войны и в болгарском городе Старозагора Сотрудники и друзья русского центра возложили цветы к памятнику советского солдата-освободителя В парке имени митрополита Мефодия Кусева Представитель посольства Российской Федерации в Болгарии Надежда Соловьева выступила с приветственной речью по случаю праздника А затем вручила почетный знак Союза ветеранов войн Учителю истории Российце Продановой А также ее ученикам Которые стали победителями национального конкурса сочинений на тему Воспоминания потомков участников Великой Отечественной войны Сотни жителей Старозагоры с болгарскими и российскими флагами и фотографиями своих погибших родственников Присоединились к традиционному шествию в памяти Бессмертный полк МХАТ имени Горького впервые в мировой практике предлагает отправиться в уникальное онлайн путешествие Увидеть спектакль и сменить героя в прямом эфире сможет каждый Как это выглядит узнаем из следующего сюжета На стриме это многоплановое высказывание о человеке, семье и обществе На какую аудиторию рассчитана постановка и какие современные информационные технологии используются в спектакле узнаем прямо сейчас МХАТ имени Горького удивил зрителей новейшими технологиями, которые представил на сцене театра вместе с арт-платформой Московского продюсерского центра Постановку на стриме увидели не только зрители МХАТа, но и неограниченная аудитория в сети интернет Создатели спектакля первыми внедрили принцип иммерсивной онлайн-трансляции на театральной сцене Превратив ее в своеобразную игру с возможностью самостоятельно сменить героя в прямом эфире Сценография спектакля позволяет размещать камеры в разных точках Именно поэтому зритель может переключаться и наблюдать происходящее с ракурсов разных героев Мы решили, что несмотря на то, что есть ограничение 50% зрительного зала посадка Мы можем увеличить свою аудиторию за счет онлайна до бесконечности Собственно, мы сегодня впервые проводим иммерсивную онлайн-трансляцию в режиме 360 для наших зрителей онлайн-эфира То есть любой желающий, кто приобрел билет на онлайн-показ, который стоил очень-очень скромных денег Из любой точки света может ощутить, пользуясь себя рачками или просто гаджетом любым Ощутить себя на сцене вместе с артистами и может быть даже следить за судьбой героев От лица разного героя следить за судьбой спектакля Автор пьесы – известный писатель и сценарист Александр Звягинцев В драме «На стриме» он затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями Главная героиня, которую играет актриса Мирослава Карпович, попала в зависимость от социальных сетей Из-за чего у нее возникает конфликт с родителями В центре истории семья из города Н, которой выпало непростое испытание Это испытание проблемы коммуникации в условиях возрастающей зависимости от иллюзорного мира гаджетов Это же как и киноспектакль, и видео, и вот видите, так все это и онлайн, столько всего в один букет собралось Так хочется, чтобы мы лучше научились слушать наших родителей Я сама много работаю с детьми, часто говорю, обязательно слушайте маму с папой Потому что они всегда правы Как бы мы ни сопротивлялись, в большей своей степени они правы Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Баяков уверен, что эта пьеса не только для молодежи Она интересна и поколению отцов В ней нет противостояния, а есть попытка решить конфликт поколений Эстетика видеоарта и клиповой культуры встречается здесь с эстетикой традиционной С вечной историей, которую можно увидеть и у Тургенева, и у Достоевского В проекте также принимают участие тиктокеры и блогеры Создателям спектакля важно было услышать их точку зрения на проблему коммуникации с родителями и обществом Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир» Наряд этого модельера сейчас хранится в коллекции Эрмитажа Надежда Ламанова вошла в историю «Изменили российскую моду» Как сложилась судьба знаменитого дизайнера, узнаем в следующем сюжете Первый русский модельер, художник-технолог театрального костюма и основоположник массового пошива одежды Надежда Ламанова смогла воплотить свой талант и при царской России, и в эпоху советской власти Любовь к моде, удивительный талант и умение чувствовать потребности русских женщин Очень быстро сделали Ламанову настоящей легендой Ее творческий путь начался в Москве Несколько лет работы в модном доме знаменитой «Мадам Вайткевич» Принесли Ламановый опыт и большой успех И уже вскоре юная Надежда решила открыть собственное ателье по дизайнерскому пошиву одежды Слухи о невероятных талантах начинающего модельера разлетелись по всей России Вся богатая клиентура потянулась к ней и аристократии, и купцы, и даже наши великие княжны Она умела в каждой женщине найти особенные ее достоинства и скрыть ее недостатки Поэтому, несмотря на то, что она брала дорого, несмотря на то, что она измучивала своих клиенток Они все равно шли к ней, потому что только у Ламановой можно было стать красавицей И потом у нее был такой художественный вкус, что Надежда Петровна умела привнести некую сказочность в эти образы Действительно, те наряды, которые разрабатывала Надежда Ламанова, были не только красивыми, но и удобными Именно она, одной из первых в России, поддержала идеей французского кутерье Поле Пуаре, который призвал обходиться в женском костюме без корсета Надежда Ламанова тщательно следила за тенденциями в сфере моды, посещала зарубежные показы и была знакома с ведущими дизайнерами эпохи Несмотря на тяжелый XX век, революция и переход к советскому времени не сломили творческий потенциал знаменитого модельера Она смогла не только сохранить, но и серьезно трансформировать собственное дело Теперь новые современные костюмы знаменитой Ламановой были доступны каждой советской женщине Внимание на модельера обратил даже Константин Станиславский В 1901 году он сделал у Ламановой первый заказ для пошива театральных костюмов Именно так началось ее сотрудничество с Московским художественным театром, которое продлилось до конца ее жизни Уже в октябре 1941 года, когда в Москве проходила эвакуация жителей, Надежда Ламанова отправилась к зданию театра Но внезапно с ней случился удар Когда они завернули на Большую Дмитровку, то напротив дверей амбулатории Большого театра с Надеждой Петровной случился удар Она попросила на шатырь, но это были последние ее слова Она упала Вышли люди, занесли ее в амбулаторию, пытались оказать ей какую-то помощь, но было уже поздно Она не дожила всего два месяца до 80 лет Но до конца жизни она ходила с прямой спиной и на высоких каблуках Имя Надежды Ламановой помнят до сих пор Знаменитые кутюрье, современные дизайнеры и почитатели моды проводят конкурсы в ее честь Организуют лекции и встречи А для всех желающих ознакомиться с главными вехами жизни модельера существует виртуальный музей ламанова.ком Специально к ее 160-летию также проводится сбор средств на изготовление и установку мемориальной доски Поддержать этот проект можно на портале планета.ру О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске До новых встреч и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова